ха-хох ты ну а теперь кое-что совершенно другое но теперь кое-что совершенно другое ну а теперь кое-что совершенно другое все отныне вместо кратко про я буду теперь делать игровые шоу про игры и назову еще как-нибудь красиво бебей ладно я над этим еще поработаю назови бебра вот ржак то будет кстати вы наверное живы многие из вас не сидят в фабрике не видели мою новую прекрасную футболку не вот так я руки делать не буду а то еще кто-нибудь при фотошопе превратить меня в свасть так все это ролик по властелину колец я не должен тут такие шутки шутить это не православно привет нет нет даже так привет мои адекватные и абсолютно разумные подписчики с вами я ваш верный друг а в принципе сегодня вы можете меня звать моим дэндэшным ником григориус мокрый кизяк мы дожили до того момента когда я полю боську на камеру и вместо кратко про начинаю обозревать игры как и гражур какой-нибудь глядишь когда-нибудь дойдет до такого момента что вот это игра name это просто вау новая игра для новой консоли которую мы часто пиарим 10 из 10 мое мнение авторитарно ярик игры по властелину колец сколько приятного мягкого медового вкуса в этом предложении прям игр по властелину колец много но скорее всего вы знаете лишь только про те что вышли после двухтысячных и то только про те которые шли в ногу с фильмами питера джексона вы знаете скорее всего про возвращение короля битва за средиземье две штуки включая дополнение скорее всего вы знаете про игры про гондурасского венома современные последние две которые вышли а некоторые бедняги возможно даже застали попытку electronic arts сделать своеобразный battlefront однако к моему огромному удивлению очень многие не помнят или не знают про достаточно старенькую стратежку по властелину колец но стратежку необычную с рядом особенностей которую выделяет на фоне остальных игр знакомьтесь это эддал кастило надеюсь я его имя правильно выговорил то за рафаэля колонтонио и григорьевич ему нет до сих пор странновато скорее всего данного типа вы не знаете и она неудивительно это имеет достаточно интересный послужный список принял он участие в создании серии игр команды конкурс сидмейерс йотисбург сидмейерс альфа центавра ультима 9 при всей ужасности последнего примера мы все равно его учитываем ибо вины эда нету виноваты electronic arts которая превратила разработку в производственный ад после трагедии виде 9 ультимы кастило покинул electronic arts и вместе с майком грейфордом основал свою собственную студию liquid entertainment которая успела за время своего существования выпустить несколько достаточно любопытных проектов как например battle realms рассвет аргонавтов dragon shard игра про тора disney экранизировал тору нет я выдачу потом игры эти конечно же замечательные и даже заслуживают отдельных роликов по ним но конкретно сегодня любопытство больше всего вызывает властелин колец война кольца это было прекрасно да также прекрасно как и ноутбук asus rockstrix на базе а м д а м д то что данный мощный геймерский ноутбук попал не руки это очень приятное совпадение ведь все мои зрители давно знают что я самый настоящий закоренелый а м дешник ровно как и все адекватные люди я кстати в железе не разбираюсь так что прям профессионального обзора не ждите зато я могу сравнить данный ноутбук с моим macbook pro который по цене абсолютно такой же и ну и то кто что macbook сосет в эту машину убийцу встроена 3060 в тандеме с процессором четвертого поколения им удается генерировать самую настоящую магию современных играх многие сейчас для бенчмарка используют киберпанк ну и что тут сказать результат на лицо каждому фанату а м д уже видится что ноут огонь и они уже бегут коменты писать мол а вот на интеле ноут не был бы таким же мощным и да я тут если что в бог где-нибудь ставлю чуть больше инфы про сам игровой ноутбук дабы тем кто разбирается разбирались дальше а сам же я далее буду проверять на что способна данная вещь вообще данный ноут это далеко не финальная конфигурация и перейдя по ссылке в описании под видео вы сможете выбрать абсолютно любой ноут по душе вишенкой на торте тестов будет варзон все-таки ноутбук со своей высоченной герцовкой создан с акцентом на киберспорт а значит каждый покупатель гарантированно будет всех сливать варзон кстати сейчас я поставлю нормально микрофон что меня было нормально слышно кстати обратите внимание на внешний агрессивный дизайн даму вау тема трубу стали лучше вот это реально мог на эти же самые деньги купить себе нормальный ноутбук нет вот надо было выкам guests послушать все эти слухи точного на и puis а еще вы только посмотрите как он светится в темноте Я просто хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не, ну с такой подсветкой я теперь точно буду всех сливать, Warzone. Ещё большим кассипошь я себя чувствую, когда слышу здешний звук. Динамики в количестве четырёх штук творят настоящую магию в подаче иммерзивного звучания. В дополнение дополню, что ноутбук спокойно может заряжаться в пути от внешнего павербанка через USB-C. Удобно? И разумеется, если вы занимаетесь творческой деятельностью как монтаж или художественные чики-брики, то этот ноут не просто мастхэв, а мастхэв в квадрате. Эх, вот умеют красные работать железом. Я, конечно, не разбираюсь в этих ядрах, потоках, там шестипоточные, шестипотоковые. Но невооружённым знанием, взглядом всё равно видно то, что мощь, круть, качество. Я говорю это максимально серьёзно, ибо вы думаете, почему у меня на канале только ролики по старым играм? А потому что сижу тут как дурак со своим 1070-процем интеловским, а мог бы сейчас как царь лежать в постели, играть в игры, сразу же на ноут записывать футажи и на нём же сразу монтировать. Так что прошу вас, не совершайте моей ошибки. ASUS ROCKSTRIX! Переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай ноутбук. Прямо сейчас. Война кольца Война кольца это РТС, или как у нас говорят, стратэшка. Вышедшая в ноябре 2003 года на Западе и 8 января 2004 года у нас. На Западе игру издавала небезызвестная Sierra Entertainment, а у нас же её издавала Soft Club. К сожалению, сейчас игру законно нигде не купишь, разве что на ebay. Но, увы, при заказе на ebay вы, скорее всего, найдёте только версию на английском языке, и в иной ситуации я даже был брат. Но то ли, к сожалению, то ли, к счастью, Soft Club постарались над переводом игры, и именно переведённая версия будет нам по духу гораздо ближе. Скрипясь сердцем и амогусом, иду качать русскую версию с торрента и запускаю. Кстати, качание с торрента я осуждаю. Это моя ноша. Я возьму кольцо. Конечно же, сейчас данная заставка выглядит максимально всрато, несмотря на общий эпик. Почти во всех давнешних играх заставки ни на движке игры не сохранились вообще. Даже увеличение разрешения игры тут не поможет, хотя зацепило мой взор нечто совсем иное. Три кольца высшим эльфам под кровом светил. Семь властителям гномов под кровом земли. Девять смертным, чей жребий молчание могил. И одно повелителю гибельных сил. Стих данный взят из адаптации Степанова и Каменкович. Не буду спорить насчёт верности выбора, и лишь скажу, что лучше так, чем самим. А если бы игру издавала Акела, то стих звучал бы так. Одно кольцо эльфам поганым, гномам в ёбыч пропишу. Людям насру в ладошки славно. И всё это озвучил Гланс. Тем временем мы оказываемся в главном меню, и в глаза сразу же бросается достаточно распространённая проблема. Как и многие другие игры того времени, война кольца не рассчитана на современные мониторы. А потом максимальное разрешение не такое уж и максимальное. Поначалу я подумал, что в принципе это дело не помешает, и попробовал поиграть немного. А конкретно зашёл в обучающие миссии, лампово располагающиеся на приятной по эстетике карте. И тут мгновенно происходит взрыв кока, ибо сразу понимаешь. Перевод. Начало двухтысячных. Эй, послушай, меня зовут Варин. Сам Гэндальф прислал меня, чтобы я обучил тебя азам. Приветствую вас. Вы новичок, и вам необходима помощь? Я не новичок, и помощь мне не нужна. В особенности от всяких там эльфов. Приятные голоса актёров. Это банда гнусных гоблинов. Я здесь для того, чтобы показать тебе, как строить военный лагерь. Да запоминай получше, тупица. Тёмному властелину не нужны недоумки. Не то, что сейчас, блин, каких-то ПТУшников из Подмосковья набрали, которые... Я чё, по-твоему, благотворительный фонд? Фу. Мало того, как оказалось, игру буквально переводили те же люди, что и Варкрафт 3. Правда, с ходом обучения ещё и пришло осознание, что данная игра с Варкрафтом разделяет и визуал. Щёлкни левой кнопкой мыши на пиктограмме плавильни, а потом правой на груди руды. Мой меч послужит тебе. Мемы на всратые модельки юнитов. Ходилай скриншотики и на мемы вырезать. Тем не менее, обучение шло, и мой разум наполнялся знаниями, как играть в игру а-ля добывай, нанимай и воюй. Плюс я пытался экспериментировать с разрешением, которое то криво уменьшалось, то превращало квадраты в прямоугольники, а эльфа в древесный брусок. Я буханка Лембаса. В итоге я забил болт и скачал специальный мод под высокое разрешение, которое слетало при каждом запуске игры, а также сломало загрузочный экран. Ретро-гейминг. Да, плохо, больно, неприятно, но всё ещё лучше, чем играть в говно современное. Кто хвалит PS5, у того в канаве мать. Теперь, когда всё настроено, а игра стала играбельной, можно наконец-то пояснять. Если говорить кратко, то схема проста, как шуруп. Два вида ресурсов, добывай, строй, нанимай, воюй. Никаких инноваций нет, всё это мы уже видели. Однако, плохо ли это? Нет, конечно, не обязательно каждой игре заново изобретать колесо. Можно спокойно взять имеющуюся схему и просто правильно её отработать, лишь бы схема была хороша. Это было и с шутерами, и с квестами, и с РТС. То же самое сейчас происходит с копированием системы опенворлда из Ассасин Скрит. Только, ну... Копировать Ассасин Скрит! С первого взгляда игра хоть и выглядит как типичная стратежка, но стратежка выглядит крепкой, надёжной, как гномья постройка, как советская тушёнка, как прибитые к площади яйца. Всего у нас доступно две фракции, свет и тьма. Да, вот так вот просто и банально. Никаких вам отдельных гондоровцев, коневодов, эльфов, гномов, мордора и лизингарда. Вместо этого разрабы решили все эти разные стороны плотно запихнуть под два общих знаменателя. У Светы есть парочка видов гномов, людей, эльфов и энд. А у тьмы орки, уруки, храдаримы, тролли и пауки. Ну ладно, ещё героев прибавим ко всему, голум, фроду, гендальф, сурман и т.д. В принципе, если судить по меркам старых команду и поколей, или же первых двух валиков, то это норм. Однако за окном были уже далеко не 90-е, так что две стороны на выбор это мало. Благо геймплей на отличия имеются, юниты разнообразные, рискинами друг дружке назвать язык не поворачивается. У Света крепкая пехота, у тьмы пехота слабее, но зато чудовища имеются. У Света очень мощные герои, а у тьмы герои фуфло, но об этом потом. Ещё у каждой фракции есть свои уберспособности, ага. Помимо еды и металла, у нас есть ресурс магии, который накапливается с ходом битвы сопротив врага. Накопив достаточно, каждый из сторон может нанимать героев, прокачивать их способности, или же кастовать особые спеллы массового поражения. Свет может бафать героев, призывать чертополох, да звать энта мощного на помощь. А тьма внезапно хилит юнит, защищает их, оберегает, вызывает болото, да может звать балрога. Способностей не так уж и много, но юзаются они достаточно часто. Именно так и выглядит игра, если не углубляться. То есть крепкая стратежка, крепкий средняк, который полностью окупает потраченные на него деньги. По идее игра полностью удовлетворяет потребности среднего потребителя, но, к сожалению, средний потребитель того времени был человек, который, вдохновившись просмотром фильма «Властелин колец», пошёл покупать данную игру. И когда он эту игру запустил, у него случился конфуз правого яичка. Что вы видите? Я так думаю, вы наблюдаете неких фэнтезийных персонажей. Это видим и мы. А теперь представьте, что увидел фанат фильма, в который приобрёл игру на хайпе после просмотра третьей части. Зелёные орки, медведолюды, следопыты с двуручниками, украденными у гадца, сурман с нежностью Распутина, храдоримы из гетто, тугарин тролль. О, туда нам надо! И это я сейчас говорил лишь про визуал, в сюжете странностей гораздо больше. Фромир с Бромиром бьют оркам морды, сурман занимается биоалхимией, Гимли скидывает валуны на лагеря вражеские, а во время битвы за Хельмова упать на помощь приходят деревья. И у этого есть максимально логическое объяснение. Игра не по фильмам, игра по книгам. Всему виной выходы фильма Питера Джексона. В начале 2000-х сразу несколько студий занимались играми по Властелину колец. Такие игры как Две башни, Возвращение короля, Битва за Средиземье и так далее. Это игры, выходившие по лицензии New Line Cinema. И именно эти игры были адаптациями фильмов. В то же время по лицензии Tolkien Enterprise выходили игры по книгам, а именно Братство Кольца, Хоббит, а потом и ММОшка. Из-за этого очень многие, включая меня, по пизде... по детству, были в замешательстве. Том Бомбандил? Кто это вообще такой? Я его по фильмам не помню. Война Кольца тоже вошла в список игр, чья цель была адаптировать книгу. Не могу точно назвать причину такого события, ибо игра буквально успела на хайп-тренд и вышла за некоторое время до выхода третьего фильма. Если бы она имела связь с фильмами, то это было бы максимально... Логично? Нет? Нет, я не ругаю идею делать игры по книгам. Это классно, но выпускать игры по книгам... В то время, как у вас тут выходят фильмы... Это нелогично, это... Теперь пора поглядеть на самую главную находку данной игры. Сюжет! Именно тут зарыта та самая изюминка, помогающая игре подниматься намного выше планки. Очередная стратежка. А заодно именно через сюжет мы сможем поглубже зарыться в игровые механики и геймплейные особенности. Как я уже говорил, компаний у нас две. И как бы очевидно, стоит начинать с компании светлой. Но нет! Имеется пара нюансов. Возьмем в пример битву за Средиземье. Там компании взаимоисключают друг друга, как в принципе и во всех других играх команды НКОНКО. Если ты играешь за свет, то всё, вы побеждаете тьму. Хэппи-энд. Класс. Но если вы играете за тьму, всех убиваете, шир сжигается, а рагорно сажают на бутылку. Взаимоисключение. Подобная практика достаточно популярна. Те же Вестфуды пользовались двусторонней компанией только так. Правда, Сью-Идию убивал тот факт, что именно компания Добра была каноничной. Разрабы Войны Кольца решили пойти по иному пути, который лично мне куда больше по душе. Обе компании связаны, и одна является продолжением другой. Теперь я полагаю, в твоих размягченных мозгах забрежал вопрос. Зачем? Как в третьем варике. Ну согласитесь, компании, идущие друг за другом, намного логичнее и гармоничнее смотрятся. Компания Тьмы логически идёт предкомпанией Света, ибо рассказывает, как силы Сурона захватили некоторые важные объекты на карте, и про прочие события, имевшие место быть до или во время войны супротив юдишек сранок. Причём очень странно, что миссии буквально идут в разброс, и мы можем наблюдать, что случилось в разных тысячелетиях. А вот же компания Света рассказывает про основные книжные события трилогии Властелина Колец. Как минимум, это выделяет игру на фоне других. В отличие от разрабов игр по фильмам, у Ликвидов было куда больше сюжетного материала. Из этого можно сделать вывод, что сначала стоит играть за компанию Тьмы. Но нет, ибо компания Тьмы в плане сложности... У обоих компаний, кстати, имеются разные рассказчики. В железных горах раздаётся звон и лязг мечей. Гномы защищают свои владения от вероломно напавших на них орков. Войска тёмного Властелина вторглись в Рохан. Припасы были на исходе, и Гришнак получил приказ направить в Рохан новых рабов. Поначалу я подумал, что голос Деда это голос Сурмана, но на деле у самого Сурмана голос оказался совсем иным. Эй вы, трусливые орки! Печально. И тут, пожалуй, я вам советую приготовиться, ибо я затру вам за местные сюжетные кампании, которые очень сильно отличаются друг от друга во всём. Если играть за добро, так сказать, то для начала нам дадут в руки Гимли. Пришло время вышвырнутёрков из Железных Гор. Я всратый 3D-кирпичик! Его задача уничтожить вражеские лагеря, скинув на голову врага огромные валуны. И само по себе задание просто сказка. Мы лампово отстраиваемся, смотрим на модельки персонажей, готово, нанимаем небольшой отряд гномов и потихоньку уничтожаем врага. При всём при этом враг убивается достаточно легко, ибо на нашей стороне мощные гномы, а Гимли так и вовсе мини-танк со способностью массового стана. Я гноми-эрсшейкер! Особое удовольствие приносит музыкой визуал. Игра как будто медовый торт, пропитана той самой атмосферой, а сверху наложили приятный магический градиент. Амброзия! К тому же приятным удивлением была кровавость битв. Мало того, что во время драк кровь хлещет только так, так она ещё и остаётся на орудиях бойцов. За один этот уровень я крови увидел больше, чем во всей киношной трилогии. Ха-ха-ха-ха! Отличная работа, друзья! Мы выгнали орков из наших гор! А теперь давайте посмотрим, что там за компания у мордорских фанатов Intel. Покажите, чего вы стоите на деле, жалкие черви! Те свиньи, которых мы послали на Рохан, ничего не стоят. Им надоело безвкусное мясо, и они сожрали своих рабов. А там всё просто. Каннибализм, выживание и нищета. Надо же! А шутка про... Фанатов Intel показалась... С НЕКОЙ ДОЛЕЙ ПРАВДЫ! В первом же задании нам буквально говорят создать рабочую силу и провести через всю карту на подмогу своим. Ха-ха-ха! Пощады! А ещё меня очень обрадовало, что тут уделяется куда больше внимания некоторым персонажам, на которых в фильме, мягко говоря, подзабили. Тот же Гришна, которого я ласково зову Гришей, в книгах обладал куда более важной ролью, а в самом же фильме его сделали похожим на растлителя гоблинов. И теперь немного про геймплей за силой тьмы. Ох! Начнём с того, что местным аналогом ферм, позволяющим нанимать всё больше юнитов, являются погонщики рабов. Они же особыми тотемами делают землю прокажённой, на которой после можно строить здания. Они боятся! Быстрее! И всё бы ничего, но в том же первом задании земли для постройки дают сгулькин член, из-за чего я поначалу не смог нормально оформить строительный менеджмент и уместить всеначальные здания. Да и для ресурсов не дали по одной точке с едой и железом, которые из-за сложности вполне быстро начали иссякать. При игре за свет я в принципе оказался в той же самой ситуации, но тогда у меня были мощные юниты и гимли собственной персоной, плюс мне никакие тотемы ставить не приходилось. А тут же вначале нам дают в распоряжении три типа юнитов. Ущербных, орков, гоблинских лучников и гоблинов. Что? Враг близко? Да, тех самых ущербов, которых гимли и команда сломали. И будто этого мало, против нас ставят любовников Гуталина из Берсерка. Эти ребята по меркам баланса игры стоят на несколько голов выше. Те же орки по сравнению с ними буквально какие-то очередняры. А еще сами орки буквально выглядят как орки-рабы из Варика. Только если там было со смыслом, то тут сыс с маслом. Хочу мясо. Благо я справился с заданием и доставил рабов куда надо. Надеюсь, с ними не случится какого-нибудь кибер-срам же. Хе-хе, получилось, получилось. Я так скажу, надо бежать, пока мы не оказались кое-у-кого в брюхе. А-а-а. А-а-а. Я вижу, прибыли новые рабы. Как раз поспили к обеду. Далее по сюжету жизнь силы тьмы легче не становится. Эти зингарцы, жалкие подобие орков, должны были разрушить город. Да не сумели. Без своего старика-колдуна они слабы в коленках для таких дел. А потому мы должны выполнить за них эту работу. Мы победим там, где проиграли они. Бедные бомжи во главе с ущербным героем пытаются отбиться от атак читерских роханских казахов. Средиземский раст во всей красе. А что же там на стороне сил света? Король под горой призывает нас разгромить орков. Орки уже год осаждают врата Торина. Они вот-вот пробьются внутрь. Гимли с ребятами строят огромную катабульту и стреляют по врагу снарядами, чья мощь сопоставима с орбитальной бомбардировкой. Какой же кайф играть за свет. И это самые противоречивые слова, которые я когда-либо говорил, ибо извечно всю свою жизнь, а особенно юность, я всегда предпочитал зло. Если в игре есть возможность творить зло, то я зло творю. В Fallout я был каннибалом. Fable 2 я несколько раз прошел до конца и выходил на одну и ту же концовку, где я в конце выбираю деньги вместо воскрешения сестры главного героя. Если вы вдруг не играли, не знаете контекста, то знайте то, что это очень скотский свинский поступок. Это я веду к тому, что даже если играть за злых было не особо выгодно геймплейно, то я все равно ушел по пути зла, потому что, ну, комплексы, видимо, были по малолетке. Сейчас не разберешь. Вполне возможно, что и сейчас я бы больше топил за мордорских ребят, но они такие пососные, что нет. В итоге, как вы можете догадаться, да. Компания зла по ощущениям куда тяжелее и душнее, хардкорнее, чем компания добра. Видим, поэтому игра не особо выстрелила в плане мультиплеера, ибо светлая сторона реально куда имбовее, как фракция. Допустим, далее нам дают в руки Леголаса. Мы подли долгулдура. Будьте начеку. Эльфы. Это вкусная пища. Он вместе с эльфами лампово бегает по лесам, убивает пауков, спасает жертв Барака Обамы из Берсерка, захватывает бафающие достопримечательности и пытается схватить голыма за жопку. Мы слышим их, слышим, моя прелесть. Мерзкие эльфы. Мы их ненавидим, даст моя прелесть. А после он вместе с абсолютно имбалансным отрядом полупрозрачным и знал нечисть из прекрасного леса. Насгул повержен. Кто же скажет темному властелину о том, что мы потеряли долгулдура? Где-то беда. Тем временем узла случаются в флешбеке прошлых времен, а вместе с ними король Насгул. Да, самый главный в этой игре злодей с шубой на голое тело. Я бы даже сказал, что он своего рода самый сильный герой в данной фракции, не считая вождя красножопых. Да, повелитель мой. Однако я уверен, что на разах он бы точно проиграл тому же Гимли, а все потому, что единственный годный скилл у глав Насгула возможность превращать призраков Насгулов рангом поменьше. Но скилл этот не боевой, так что сопротив гнома чел сделал бы Сусопа в Ляшвиле. Зато один отряд Насгулов способен много дел наворотить, а после апдейта Мургульские клинки они так вообще начинают ядом дамажить? Получается, что зло способно победить только если в крысу нападет толпой. Вау, канонично. Именно с помощью Насгулов мы захватываем Дон Гулдур, который многие из вас скорее всего больше помнят по хоббиту Питера Джексона. Вот настолько необычайный здешний сюжет. О, и все святилища подверглись Борге. Придет возвращение властелина Снау-урона. Узрите мощь нашего властелина Несмотря на все минус игры, которые я успел перечислить Война кольца имеет своеобразную ценность Ибо именно тут адаптированы эпизоды лора Которые никто в принципе не адаптировал Хотя тут также есть очень много выдумок собственного творения Как например, приручение троллей назгулами Темный властелин Саурен вернулся Дабы властвовать над Средиземьем Он призывает троллей присоединиться к его армии Которая пройдет по всей земле Те же, кто воспротивится ему Будут обращены в рабов Выбор прост Какой-то гутемный властелин Тут-то никакой властелин не видать Наша оставаться Ваша не трогать тролль Такого по книгам я не помню Но думаю, своеобразные вольные домыслы Все-таки простительны в данном случае Все еще лучше, чем конквестовские сюрреалистичные битвы вшире Хотя годный ремастер я бы сейчас поиграл Хотя нет Благо сейчас уе нет прав на создание игр ПВК Властелин колец противостояния 2 И однорукая харадримская баба на обложке Далее разница в балансе становится не просто катастрофична А до ужасного абсурдна Войны харадрим Мне нужно, чтобы мои орки Прошли через лес Друэдай Но они боятся живущих там Диких людей Вы должны сделать так Чтобы бояться стало Некого Пройдите по лесам на юг Убивайте всех Кто попадется вам на пути Наконец-то тьме в руки дают более сильных юнитов Мои клинки послужат тебе Тот же Сурман путем тайной биоинженерии Создает воинов Урукхай Возри же на воина Урукхай Теперь, когда я создал первого воина Урукхай Мы сможем создавать их во множестве Мы испытаем их силу прямо сейчас Которые на деле всего лишь оказались лучниками с крупнокалиберными стрелами Серьезно? Серьезно? Почему? Почему? У меня до сих пор были и остаются главным боевым костяком Всратым и саслом Которые даже после нескольких серий мощных апдейтов Давятся легко, как собачий кизяк Служу тьме Свет одарен лучниками, эльфами и следопытами Мощные воины дальнего боя и ближнего боя Там еще эльфы-маги затесались, но я их не считаю Неплохая замена начальным видом юнитов Этих же двух вполне достаточно, чтобы превратить жизнь в враговат Ибо лучники обладают навыками инвиза Пока противники будут пытаться убить сильных следопытов Лучники в безопасности уничтожают врага А при случае спокойно отступают Силам же тьмы Разрабы решили сделать реверс мету Которая у меня вызывает только один вопрос Зачем? Почему? На замену оркам мечникам нам дали в руки храдримов Эти восточные ребята по идее также могут за компанию превратить жизнь в враговат На недолгое время Ибо если у Света лучники имеют инвиз и позволяют следопытам помереть за них То тут инвизом обладают храдримы Любезно дающие помереть за них лучникам урухай Где логика? Это буквально как есть суп вилкой Это все равно что копать яму черенком от лопаты Танковать снайпером Киберспортом туда же и не пахнет И таких странных мелочей тут достаточно много Сторона света кажется более продуманной Более сбалансированной А у героев тьмы даже способности в большинстве своем подсосня Гришник может быстро бесполезно бегать Ставить бесполезные мины Которые он ставит буквально под себя И кидать бесполезные факелы в здания С последним же куда успешнее справляются лучники После соответствующего апдейта Назгулов же кроме физухи и превращения призраков Назгулов тоже сосет Та же способность видеть Фродо при использовании кольца Это бесполезная дичь Зачем она? Я мог бы выделить Сурмана Способного заманивать на свою сторону ребят вражеских И раскидывать врагов Но по сравнению с ним Тот же Гендальф просто сраный смертоносный якудза Этими моментами Этими проблемами Моя голова роилась во время игры только так Это не давало мне играть И тогда я понял Не, так не пойдет Если игра обладает большим количеством противоречий То тебе нужно постараться сделать только одно Это максимально откинуть эти противоречия из головы Принять как должное И попробовать насладиться игрой Было это не сложно Ибо атмосфера в кубе с музыкой Все так же убедительно твердят нам Игра хороша Это пустая трата моих сил Да, убейте их Мне нет Воины Армия Саурона идет через наши земли Мы должны оттеснить их за тот дальний мост Для этой битвы нам понадобится вся наша сила и отвага И конкретно с компанией Света не было никаких проблем Я насладился эпизодами с гондоровскими братьями Богданов Которые ломали мосты Мы не допустили армию Саурона в наши земли Спас с Гэндальфом и командором деревню казахскую А еще я знатно порофлил с отдельных моментов обороны Хельма в Ипаде Я не желаю сгинуть здесь как старый барсук в ловушке Когда взойдет солнце, я поскочу навстречу врагу Мы сумеем пробиться или погибнем Но так что и о смерти нашей станут слагать баллады Если останется кому петь о нас Станешь ли ты сражаться рядом со мной О сын Араторна Я останусь с тобой до конца Рохан зовет на помощь И бандюэль явится Итак, шаг за шагом, компания достаточно быстро подошла к концу Итак, наш час настал, Арагорн, сын Араторна Ныне в этой крепости собрались не все Назгулы Возможно, кто-то из них отправился в иные страны по приказу своего господина А король Назгул, черный полководец, правивший башней черных чар, пал Однако не следует недооценивать злой силой, обитающей здесь Тысячу лет она отравляла умы людей безумием и ужасом Одна битва против сил тьмы, а потом еще одна, но с убийством Балрога Которую Мордор совершенно внезапно призвал Это задание забавно особенно тем, что тут необходимо за короткий период времени захватить особые святилища Ибо иначе демона будет не убить Однако он очень быстро прет к базе света Поэтому я решил обмануть его, построив вторую базу в другом месте А старую продал прямо под носом у Дебича Обидно, да? Мы должны оттеснить силы врага назад в Мордор А вот компания Тимы все равно прошла для меня немного против шерсти И дело даже не столько в геймплее, сколько в разнообразии За свет мы отбивались, захватывали и просто делали разные веселые штуки За тьму же никаких заданий, окромя Разрушь вражеский лагерь, более нет Но опять же, атмосфера, стилистика и музыка контр-атаковали какие-либо плохие мысли Все-таки не стоит недооценивать композиторов и дизайнеров Ваша игра может быть геймплейно идеальной Но плохой саунд и визуал могут насрать игроку на голову То же самое может случиться и наоборот Сейчас же мы по сути занимаемся подготовкой к войне супротив людей По факту никакого эпика нет Мы лишь захватываем крепости и города, которые люди потом все равно отобьют Однако, из-за разных мелких деталей, типа дымки, какого-то тумана, мошек летающих и прекрасной музыки Случается обман зрения И кажется, что мы занимаемся чем-то лютым Атмосфера Похоже, я прибыла как раз вовремя Позвольте мне представиться Я Камара Воительница народа Харадрим Наш повелитель Саурон Прислал меня, дабы я вела войска в этом бою Нам даже дали постелсить за Харадримов Это шо вообще такое? Вульфхельм пал Смотрите ныне Как трусливые люди Рохана Бегут из их собственного города Властелин Будет доволен В этом была вся суть кампании за тьму Игроку под годный саунд То и дело приходится рвать себе жопу Возможно, таким макаром разрабы хотели показать Что Мордору без кольца было очень и очень худо И у них получилось Пиком кампании является захват Минас Итил Однако это не чувствуется таким уж важным событием Особенно после кампании сил света И при игре за светлых Отбитие данной крепости было совсем уж не последним заданием Палантер Минас Итил отныне принадлежит повелителю Фаурону Темный властелин будет доволен О да, мы сумели сделать это Сгинула мрачная тень источаемая башней зла Эта игра Самая противоречивая адаптация книжного материала Тут есть много чего годного Саунд, визуал, достаточно интересный выбор эпизодов для адаптации Атмосферы и относительно неплохая работа над РТС составляющей Но при этом в игре есть такие вещи, как Фракция Сил Тьмы Уверен, что когда игра только вышла Было два друга, которые купили себе эту игру Играющий за светлую сторону Был каноничным христианином с внушительным подбородком И в будущем он завел себе прекрасную семью Построил дом и посадил дерево Агамающий за тьму был шизоидный дезаморфиновый торч Заявляющий, что билд на Назгулах и Голуме Это мета Да? А? Чего надо? Ты чего сказал? Как и всегда, с вами был Бепс Я пытаюсь менять форматы, я пытаюсь пробовать что-то новое Вы пишите, что вам, как вам, ваше мнение Ваша душа Изливайте из своего рта мысли ваши прямо в комментарии А я их буду читать, употреблять Следующий ролик делается И возможно этот ролик будет А не скажу Не буду говорить про что ролик Вам остается только догадываться Потому что я сто раз уже успею передумать Дела могут поменяться И вдруг я скажу Следующий ролик про урожайск И выйдет не про урожайск Вы меня с говном съедите Вы ко мне домой явитесь, блядь По трубам будете ко мне в квартиру подниматься Стучать руками, долбить Ходить Ах, ты мудак Ну да ладно А я же пока что пойду передохну И пойду что-нибудь на ebay посмотрю заказать Кстати Хотел спросить Да, у меня есть разные знатоки Допустим Я сейчас же пользуюсь USB микрофоном Допустим я хочу Что такое там звуковухи и прочее есть Чтобы качество звука было лучше Я понимаю то, что многие качества звука не замечают И даже если я сейчас буду вот так вот Селец И говорим на микрофон Вам всем будет пофиг Вы будете Хм, прикольное звучание Какой ты интересный андеграмотный ютубер Как вообще все это делается И вот Есть же разные такие плашки Да, чтобы я допустим ставил Крутил на ней разные штуки И у меня у голоса менялась высота Свойства моего голоса менялись Это вот как называется Вы мне напишите Если что хорошо Я буду присматривать Покупать А еще я куплю себе синтезатор И буду себе бодяжить Опенинг К роликам Так ДА ДЭДА ДА ДОДА ДА ДА whats ДА 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 word Je Сited Л judgment 예 Субтитры сделал DimaTorzok